Дорогие друзья, доброго времени суток! Меня зовут Гудмен и сегодня мы попробуем пройти бонусную главу в игре шоу марионеток души невинных и я думаю узнаем что же все-таки случилось с фелицией осталась ли она жива либо мы опять будем бороться с ее куклами и с ней в том числе в общем не знаю что получится так дополнительные уровни не закончены вы хотите закончить их чтобы открыть дополнительное содержимое то что такое о девчонка играет привет детектив благодарю вас за спасение я помню как моя душа отделилась и смешалась с душами других детей в огромной трубе еще я помню эту ужасную женщину но вы победили не так ли значит бояться нечего такой вежливый ребенок благодарю сейчас я не слышал чтобы дети говорили слово благодарю не помню такого друзья так на замке должна быть логическая связь ну наверное конечности правда четыре две ноль а у паука восемь так вот прикольно когда стучишь по этой панели слышится гулкая эхо интересно что там может быть эту бедную куклу поломали и выкинули так какая-то кнопка вот действительно странно все таки он присутствовал вот в финале игры он должен понимать чем вообще там все это закончилось почему мы ничего не знаем вот это вот такой странный финал но это видимо сделано с той целью чтобы сделать дополнительную главу хотя вот этого вот паука вот эту вот игрушку которая с головой куклы бегает я вот точно помню что она и в следующих частях встречаться будет то есть может мы не победили все-таки честно не знаю но посмотрим частей еще много а серия очень популярная у нас я про это много разговаривал так ладно хворост уже веточка прикольно перевели конечно хворост и веточка да уж олень 2 телескопа так пока не получается быстро искать наверное мы еще не разыгрались сейчас будет попроще как-то уж совсем здесь что-то не ищется они браслет что это такое вообще-то пудреница о как ладно фото бумеранг я тоже видел и лягушку я тоже где-то да 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 вот она так осталось сова браслет и телескоп сова браслет и телескоп любопытно сова блин браслет они разные бывают вот браслет так не думал что телескоп такую меня трудность с поиском телескопу будет слушайте ну телескоп ну что может где-то нарисованным как-то так что его не видно но почему я уже нажал звезду мало ли просто какая-то связь астрономия есть так честное слово я телескоп не вижу точно телескоп телескоп блин трудное начало для меня не знаю как так получается слушайте уже все перекликал здесь ой 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 такой большой что я его не увидел вот так вот такой парадокс так вы нашли часть знака схема ремонта куклы изображена на полу ладно тут наверное все ой а где девочка делась и дождь пошел ладно так что у меня там есть лобик пропал мой лобика не стало так оттуда я пришел можно туда пойти давайте сходим где мы уже были более привычные места так можно заскочить в магазин давайте заскочим в магаз посмотрим что тут так воздушный шар 1958 вишни есть очки две штуки пуговица ангел по-моему я только что когда искал очки я ангела где-то замечал копилка наверное хрюшка будет стоять лежать не знаю там вот по сути дела копилка же любой может быть ну да обычно хрюшка используется помада молоток кольцо леденец тоже такой предмет для поиска вы знаете леденец может быть любой по сути дела формы да можно на палочке можно как конфета может еще там какой-то форме как угодно в общем так мы нашли молоток но мы сюда еще вернемся пробка тебе нужен штопор это все что есть в магазине да бедный луиджи пестулио был убит своими же куклами трагедия ославивший этот город навсегда ну как сказать так что дальше есть погасить свечу так все ясно вот мне нравится как разработчик подошел в данном случае ко всему вот этому столько локаций на штопор пожалуй а сейчас и применю вот видите сразу сцена поиска пока все логично так как мы еще не ходили на несколько локаций даже но с другой стороны мы с вами друзья суда уже и не вернемся скорее всего таки тут делать больше нечего как я понимаю вниз в подвал мы спускаться не будем так я кирпустышка так голова куклы пробка любопытно зачем мне пробка кстати наверное куклу можно голову куклы суда приделать но еще не хватает руки вроде как может вместо пробки точнее пробку вместо этого использовать нет еще сцена поиска появилась но тоже неплохо так шахматная фигура видите как здесь получается на одно действие приходится сразу одна сцена поиска то есть нашли предмет распишитесь в сцене поиска текст шахматная фигура тёк ох какая-то это такая тяжелая сцена поиска вот вроде остальные прошел только что довольно быстро вот тут что-то опять мне кажется можно застрять надолго но только не так я точно здесь видел вот и звезду видел нарисованную да на стекле они совсем нарисованы ну да ладно а вот коготь я не помню чтобы я тут видел пум-пум-пум может это но это лапка скорее птицы странно это не трубка что тогда это так кружева еще и стрела опять непонятно что осталось трубка 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 блин я друзья что хотите но только не курительную думал так вы нашли катушки ладно как я понимаю и душ прошел прикольно так исходим еще предсказательницы так что-то в почве есть надо покопаться ладно крустальный шарф пыли можно предположить что мадам лулу покинула город ну да после такого я думаю и тут делать нечего может опять она что-нибудь увидела либо ее жизни какая-то опасность угрожает либо опять филиция что-нибудь натворила кстати вот мы играем по сути дела а мы зачем играем сюжет это никакого нету я такой как то я вот знаете вообще на это внимание сразу не обратил а ведь действительно получается а где сюжет что мы вообще тут делаем кто мне объяснит немножко не по списку уже начал на извините вот вот это сложная сцена поиска если честно я не представляю как я здесь буду наживку искать я ее все высматриваю параллельно другие предметы пытаясь найти но что-то я ее не вижу так осталось чего еще много предметов перо лопатка а я где-то наживку уже нашел а как так вот так друзья засмотрелся заигрался где-то уже что-то нажал любопытно как я это сделал так ладно перо и лопатка перо вот лопатка вот ух отстрелялись рычаг любопытно рычаг пока я не знаю ну вот новая локация нам в принципе тут мы еще не были вторая локация которую разработчики здесь придумали так кстати где-то же где-то же кнопка нужна была наверное тут то есть только кукла может нажать до так а вот и ступор что нам делать дальше нам нужна срочно рука о трубе что то есть надо достать видимо для этого мне нужен крючок который я нашел там там дальше по улице если я все правильно понимаю но тут мне в принципе гасить то нечем а тут находится крючок для крючка нужна веревка потом опускается в трубу с трубы что-то извлекается по моему как-то так значит я где-то что то пропустил потому что все локации по сути дела перед глазами их не очень много вряд ли я мог что-то забыть телескопа нигде не надо было катушка не так пробка рычаг единственное что может в магазине все-таки что-то еще надо было сделать вот где-то тут нет магазин наверное закрыт для нас уже все так друзья говорится начали за здравие вот реально что делать пара ра 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 по сути дела нас наше изыскание привели сюда да голову мы вставили осталась рука мы где-то руку не нашли вот на этом все и упирается рука кнопка видимо не нажимается без руки а я-то думал кнопку нажму что-то откроется я пойду дальше по сюжету здесь все подсвечивается куда двигаться давайте посмотрим так да мы ходили это все что подсвечивается так труба сюда ходили еще должно быть подсветка налево вниз все верно хочу вот сюда не подсвечивается о о хорошо что тут только здесь все верно тут вниз сюда и все больше нечего здесь делать уже чем-то протереть здесь можно рычаг катушка не так телескоп часть знака нигде ничего не берется здесь в подлокации честное слово блин если меня спросили где рука куклы то я бы сразу магазин бы выбрал потому что здесь очень много кукол и здесь на руку наверное проще всего было бы взять наверное даже логично таки что-то вот сюда показывает слушайте я не очень понимаю что почему суда что-то обращают внимание суда суда блин вот я же идиот друзья я искал веревку вот вот блин написали бы на английском я бы точно друзей или без подсказки я бы наверное этот вопрос бы решил а я опираясь тут конечно моя вина в любом случае не буду никого обвинять но скажу только так что если бы был английский перевод или не был от этой косвенной подсказки я бы наверное я бы наверное давно бы подобрал бы эту штуку бы и бы решил в итоге вот такая вот ситуация непонятная вышла так я что-то не въехал да что такое откуда я знаю как он должен выглядеть вы чё ребята совсем уже белины объелись любопытно если честно для меня как это можно решить давайте попробуем для меня это не совсем очевидная задачка так еще кусочек должен быть чего-то вот он наверное как тебе достать отсюда-то так вверх готов дальше наверное вот эта часть будет давайте проверим как-то наверное да дальше вот здесь это наверное будешь ты потом ты так теперь ты готова так сейчас будет посложнее теперь мне надо найти вот здесь смотрится и не смотрится спорный вопрос да как-то так нет некрасиво о можно две даже двигать за раз прикольно я посмотрел не показалось думаю это или это глюк какой-то был так а теперь надо найти часть которая вот тут будет совпадать нет как-то не смотрится вот это наверное мне кажется удобно кстати наверное да дальше это правильно это правильно это правильно это правильно так теперь тебя надо сюда как я понимаю вставить да потом снизу это будет так теперь тебя сюда и эти две там как-то уже между собой разберутся давайте пробовать это сделать кстати кстати не получается как ее достать надо поменять местами ха 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 так в принципе можно наверное вот так как это сделать стойте что это я делаю это надо поставить сюда а эту сдвинуть сюда а эту сдвинуть сюда блин не получается так не перекрутишь ее по моему друзья придется мне наверное ломать что-то сверху я так это не сделаю я так это не сделаю к сожалению да вроде простая задачка а не такая она и простая мне надо было делать по сути дела здесь хотя нет хотел бы сказать что надо снизу было бы начинать но пустое это место находится вот здесь поэтому никак надо снизу вверх идти я там где-то что-то запутал уже короче ладно надо вот эти две можно перетасовать но факт в том что после тебя должен идти а я наверное все таки сделаю вот так так да а а на первый взгляд простенько, а вот нифигашечки. Тут, по-моему, делать больше нечего. Так, ладно, сцена поиска. Давайте после такой зубодробительной головоломки попробуем немножко расслабиться. Так, пасхальное яйцо. Бант. Закладка. Никогда. О! Я даже не читаю, что это. Просто вижу эту штуку и понимаю, что она нам надо. Только я не знаю, где она нам надо, но где-то, видимо, надо. Закладки я не вижу. Петуха я где-то видел, но сейчас не вижу. Нет, вот петух есть. Потом ноты. Это что за буква Е какая-то? Ноты. Свисток. Клевер. Три бусины. Три бусины, звезда, машина, кольцо. Давайте искать. В общем, как-то так попробую я. Хотя, когда столько предметов в голове, то и не знаешь, что конкретно ищешь. Так, может, даже и сложнее, я бы сказал. Опять бусины. Это что значит? Бусины или это опять эти бусинки будут, их где много? Потому что здесь как-то иногда неопределенно так было. Так, бусины нашли. Еще где-то звездочка осталась. А вон какая-то звезда тут. Хм, странно. Закладка, которая меня смущает больше всего. Книжная закладка, это чаще всего какой-то прямоугольничек. Бывают, да, тканевые закладки, но... Типа такой, но это какое-то кружево скорее. Звезда, закладка, клевер. А, еще клевер. Вот клевер. Ну а почему не солнце? Солнце же звезда. Логично. Значит и солнце должно подойти. Да, у них здесь вот эта закладка называется. Уже было такое в основной главе. Я тоже немножко смутился тогда. Вот и звездочка, наконец. Вы нашли часть знака. Только я не понимаю, где этот знак использовать. Для большого телескопа. Телескоп есть. Не хватает линзы. Вы нашли тряпку. Так, это явно надо двигаться назад, сюда. Сейчас будет сцена поиска. Шахматная доска. Шахматная доска. Роза. Еще один телескоп. Корона. Песочные часы. Блин, змея же где-то тут была. Вот она, да. Розарий. Вот. Трость есть. Рука куклы. О! Друзья, супер. Кинжал. Это не розарий был, а что это? Плющ был. Розарий это же тоже цветок. Растение. Цветок, что я не говорю. Ладно. Фараон. Фараон и розарий остался. Так. Это розарий? Значит, я, друзья, что-то не знаю. Я не думал, что это розарий. Розарий это... Какой-то браслет, что ли. Цифра 13. Короче, вся вот то, все, что мы взяли, цифра 13. Супер. Ладно, давайте пойдем кукле наведаемся. Вот так вот. Секретная лаборатория. Пустая бутылка. Ну, это простой вариант такой загадки. Здесь фактически никаких других возможностей нету, чтобы это решить. То есть вариант только один, по сути дела. Вот только первая развилка, наверное, была в этой игре, но не сильно она сложная. Так, вроде бы все. Тут делать больше нечего. Так, сцена поиска. О, может, наверное, предпоследнее возможно в игре. Что-то мне кажется, что мы уже почти прошли. А по сути дела, сюжета нам так и никакого не открыли. Вот это я вообще не понимаю. То есть просто дали поиграть чуть-чуть еще в эту игру. Ну, с таким успехом можно еще раз перепройти. Ну да, здесь только новые локации. Что радует, что хоть какой-то труд разработчики вложили во все вот это дело. А не просто подсунули старые локации. Как раньше, очень любили делать это студии многие. На этом фоне я всегда выделял Elephant Games. У них пусть скучный сюжет, но вот новые локации они всегда с радостью нарисуют. И я вот когда в старенькие игрушки играл, я хорошо помню, что вот всегда обращал на это внимание так для себя, что вот почему-то именно, именно вот эти вот бонусные главы Elephant Games почему-то делают новые локации, а большинство других разработчиков только так, вкратце. Там парочку сделают от силы и все. Ну, где бурдюк тут? Может с водой даже, да? Бурдюк. Вот он. Трубка опять эта, чертова. И опять я какую-то трубку представляю не курительную. Вот только что опять я подумал, где-то же было такое только что трубка. Я долго искал, что за трубка, думаю. А, наверное, курительная. Вот только сейчас приходит вот что-то, вроде бы наоборот, такая ассоциация, особенно для того, кто в сценах поиска постоянно участвует, ищет что-то, то это, наверное, самый частый предмет для поиска. Трубка курительная, она, наверное, в каждой игре по несколько раз попадается. Так, кран. Может, я не трубки, а вот кран. Карты. Так, стрелка и карты. И стрелка тоже, друзья, наверное, один из самых таких предметов, которые больше всех всего ищут. Так, ну что, я карты не найду, что ли? Ёпарас, это... Вот они. Вы нашли кран. Прямо вот сразу и... Вот так у меня и предметов, друзья, не осталось. Так, ну я-то сюда еще вернуться должен. Ага, для телескопа. Как я понимаю, мы сейчас будем вином тушить свечу, что ли? Потому что в городе вроде бы ничего больше не осталось. Только телескоп и вот... Вот здесь что-то. Ну, наверное, да, потому что решетку можно перепилить. Только этим, ну... С другой стороны, свечу-то, по сути дела, можно и рукой. Точнее, какое-то пламя сумасшедшее. Ну что, друзья, давайте сделаем ставку. Мне кажется, это, наверное, последняя сцена поиска. Хотелось бы честно в это верить. Я как-то уже эти сцены поиска, они мне уже надоели. Я уже жду конца. Вот не буду скрывать, что я просто от этой игры, наверное, устал. Никакого интереса. Вот данная часть для меня точно не представляет. Хотя я точно знаю людей, которые испытывают ностальгические какие-то моменты. Именно играя в эти первые части по Petsnow. Я не знаю. Вот видите, мне вот в данном случае, вот если у меня такое было, наверное, в дрожь, я очень так вот как-то... Для меня это так не прошло, знаете. Просто так эта игра, прохождение, она все-таки действительно так тронула меня, потому что я очень люблю эту игру. А здесь я как-то... Играл я в первую часть, я помню, вторую, наверное, нет. А может и когда-то запускал. Но вот ничего такого я вот... Никаких эмоций абсолютно нет к этой игре. Для меня она выглядит не очень интересная, скучная и однообразная. Вот что-что. А у EOS Games все-таки есть такой вот маленький минус. У них все игры... Ну, не все игры, но большая часть игр похожи друг на друга, как можно почитать на всяких форумах, как люди пишут. Если ты играл в одну игру от EOS Games, ты играл во все игры этой студии. Наверное, отчасти они в чем-то и правы, потому что даже вот рисовка, даже подача иногда вот очень близка друг к другу. Хотя, с другой стороны, тут можно и положительную сторону найти. Все-таки значит, у разработчиков есть какой-то узнаваемый стиль. Вот. А я наверняка уверен, что есть поклонники, которые со мной не согласятся этой студии. Я имею в виду... Так. Диск. Я не знаю, что за диск. Потому что делать мне нигде больше ничего не надо. Только я вот про телескоп помню и все. А куда мне еще идти? Все, больше некуда. А, диск и линза. Вначале диск. Улетает куда-нибудь, да? Будем ловить в следующий раз, получается. Продолжение следует. Ну, вот это любопытный момент. Я люблю, когда продолжение следует. И у нас есть какие-то общие моменты с прошлыми частями. Один враг. Это хорошо. Ну, в саундтреке здесь... Ух ты. Вот это любопытный момент. Ну, что, друзья, давайте делать заключение, делать выводы. Вы знаете, я скажу так, мне игрушка, в принципе, не очень понравилась. А точнее, не понравилась. Она, по сути дела, это то же самое, что и первая часть с небольшими изменениями. То есть, появилась бонусная глава. Хотя, по сути дела, это... Ну, что это за бонус? Несколько локаций. То же самое, сюжет. Вот просто ничего. Мы просто увидели, что она куда-то улетает. Вот эта вот главная злодейка. Фелиция. И Фелиция, как ее там правильно назвать. Вот, головоломок немного, только сколько две штуки было, получается, в бонусной главе. Вот, да и за игру их, в принципе, там, наверное, пять штук от силы наберется. Сцен поиска очень много. Мы по два раза на них ищем предметы. Предметы мелкие, но, с другой стороны, это такое было веяние моды. Вот, стало, наверное, больше количества таких видео вставок. Не очень, правда, еще таких качественных, как это сейчас делают. Но, тем не менее, вот, это, наверное, все отличия, друзья. Поэтому, ну да, появился дополнительный контент. Но это уже, как бы, плюсы, за которые игроки платят денежки. То есть, скачать саундтрек. Вот, тут даже есть такая уникальная возможность. Я такого, кстати, не припомню, чтобы ноты где-то можно было еще сохранить. Но, тем не менее, знаете, я игре поставлю 6 баллов. Это не первая часть. Я первую, помню, семерочку поставил, потому что это родоначальник популярной нынче серии. А вот вторая часть, по сути дела, ничего разработчики особо тут ни нового не придумали, не сделали. Чуточку, может, красивее стало, если брать графику. А во всем остальном игра осталась, в принципе, на том же месте. Ждем каких-то изменений. Будем тогда думать о чем-то другом. Ну и на сегодня, друзья, все. Большое вам спасибо за просмотр прохождения всей серии. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!